Заслушать отчёт главы Вознесенского сельского поселения по итогам развития за 2013 год и о перспективах на 2014 в районную администрацию приехал большой актив из нескольких населённых пунктов, которые входят в состав поселения. Заседание открыл глава района Александр Садчиков. В своём выступлении он подчеркнул, что Вознесенское поселение – одно из самых развитых в районе, на высоком уровне здесь налажена инфраструктура, но работы по улучшению качества жизни населения ещё много. Наше внимание всегда было больше приковано к такому крупному поселению, к целью оказания поддержки, к целью видеть общее положение дел, как работает администрация, как выполняет программы свои, как она относится к людям, как развиваются отдельные блоки, которых сегодня здесь будет говориться, потому что каждый заместитель ведёт своё направление. И в течение года проявляются и положительные стороны, и отрицательные стороны. То есть вся она жизнь, как говорится, через один шаг. Полоса белая, полоса чёрная, так и в нашей жизни точно так же складывается. Где-то мы идём, так сказать, и достаточно успешно работаем, где-то не получается. Есть много очень проблем по всем поселениям. Они приблизительно, скажем так, на фоне района одинаково выглядящие. И с ними, как говорится, заниматься нужно достаточно серьёзно. Есть вопросы, которые требуют очень больших, серьёзных финансовых вливаний. О том, что удалось сделать в 2013 году и перспективах текущего года, доложил глава поселения. Владимир Коробкин обозначил проблемные вопросы, и это в первую очередь безработица. Её уровень в поселении составляет 1%, а это пятое место среди 13 поселений. В поселении численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась к уровню прошлого года на 25 человек. Специалисты сельской администрации продолжают проводить мероприятия с целью увеличения занятости населения. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения Лобинского района, снижена на 34%. Численность безработных у нас снизена. Мы не останавливаемся на достигнутом. В своём докладе об итогах развития Вознесенского поселения за 2013 год Владимир Коробкин подробно рассказал о формировании бюджета, о том, какие суммы составили доходы и расходы. Бюджет Вознесенского сельского поселения за 2013 год в общем объёме составил 28 млн 643 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджетов по доходам среди поселений Лобинского района Вознесенска занимает первое место по исполнению плановых назначений и 11 место по темпам роста. Бюджет поселений в течение ряда лет идёт со стабильным приростом. К уровню 2012 года показатели увеличились на 6%. Если говорить об экономике, то основу экономики составляют два главных фактора. Это наличие хозяйствующих субъектов, то, что, собственно говоря, составляет налогооблагаемую базу, и наличие трудовых ресурсов. Вот на территории вашего поселения осуществляют производственную деятельность вот такое крупное предприятие. Оно относится к крупным. Это агрофирма «Родина», два средних предприятия, это «Кедр», это «Хлебозавод». Владимир Максимович сказал, что вот к настоящему времени у вас уже сформировано около 200 предприятий в сфере малого бизнеса, предпринимательства, 198 единиц. Получается, что 200 у вас предпринимателей и предприятий малого бизнеса, если разделить на количество проживающих, то получается 23 единицы на тысячи жителей. Но это, я хочу сказать, не лучший показатель в районе. Вы по этому показателю занимаете пятое место. Понятно, что есть город Лобинск, где 67 предпринимателей на тысячу жителей. Тут несопоставимо. Но есть другие поселения, которые превосходят вас по этому показателю. Члены коллегии обратили внимание актива поселения на ряд вопросов, которые требуют особого контроля. Аппарату администрации было рекомендовано плотнее работать с населением и хозяйствующими субъектами по официальному трудоустройству, привлекать инвесторов для реализации значимых для местного бюджета проектов. К коммунальному хозяйству поселение указали на необходимость увеличения оказания платных услуг населению. Говоря о работе комиссии по неплатежам, Александр Демченко подчеркнул, что нужно уделять больше внимания легализации заработной платы и доведению её до среднерайонного показателя. В завершении своего доклада первый заместитель главы района подвёл итоги социально-экономической деятельности Вознесенского поселения за 2013 год. В вашем поселении есть очень хорошая динамика, стабильная динамика роста собственных доходов. В 2007 году у вас были доходы собственные 4,5 миллиона рублей. В 2010 году уже 9 миллионов 700, а в 2014 году 16 миллионов рублей. Очень хорошая, мощная, стабильная динамика. Не каждое поселение такую динамику имеет. И следующий момент. Ведь по своду показателей вы третий в этом году. Поэтому, Александр Александрович, я считаю, по направлению финансово-экономическому, бюджету, они заслуживают всё-таки положительной оценки. На коллегии обсудили состояние земель в Вознесенском поселении. Галина Королевская, исполняющая обязанности начальника управления имущественных отношений, настоятельно рекомендовала начать работу по оформлению земельных участков, подсельские усадьбы и строительства жилья для многодетных семей. По мнению участников коллегии, сегодня необходимо продолжить мероприятие по оформлению свободных земельных участков и имущества собственность поселения. Это в разы увеличит налогооблагаемую базу, а значит пополнится бюджет и средства можно будет направить на благоустройство поселения. Об итогах и перспективах развития агропромышленного комплекса поселения говорил заместитель главы администрации района Евгений Свердликов. Он обратил внимание на особенности работы с хозяйствующими субъектами и фермерами. Призвал активнее вести разъяснительную работу с населением по вопросу участия в существующих краевых программах. Здесь главное направление. Вот есть сегодня государственные программы, а их сегодня 9 или 8 программ для всех форм и для личных пособных хозяйств. Это дотация или субсидии на ту продукцию, которую они выделяют. Это субсидии на тех животных, которые они приобретают. Это субсидии альтернативного животноводства. Вот вам надо всем участвовать в этих программах, вести разъяснительную работу среди людей. Многие недопонимают, многим надо 10 раз рассказать, откуда берется рубль и как он доходит. Поэтому это должно быть положено в основу работы администрации и всего депутатского корпуса. Заместитель главы администрации Татьяна Гриднева отметила положительные тенденции в социальной сфере и обратила внимание на вопросы, над которыми нужно работать. Проблема, которая будет решена в первоочередном порядке, это сохранение детского сада в поселке Красный. На коллегии говорили о том, что сегодня больше всего волнует станичника. А это нехватка рабочих мест, развитие малого бизнеса, работа полиции, состояние безопасности дорожного движения. Эти и другие вопросы предстоит решать причем всем вместе и населению, и органам местного самоуправления в 2014 году. Я считаю, что проводимые коллеги в прошлом году, в этом году, понимаете, вопросы поднимаются те, которые, может быть, вскрылись здесь, в работе администрации поселения, в активе, активы всего поселения были высказаны. И будем над ними работать. И в 2014 году постараемся их решить на 100%. После подведения итогов коллегии было подписано соглашение о сотрудничестве о Казани консультативной методической помощи по реализации вопросов местного значения, установленных действующим законодательством Российской Федерации между администрацией и Советом Лобинского района и администрацией Советом Вознесенского сельского поселения. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».